Запись. Тема нашего сегодняшнего доклада, лекции, встречи, называйте как хотите. Тут даже выбрано такое словосочетание как ретро-поиск. Как узнать о предках? Современные методы создания родословной. Меня зовут Калинин Иван Владимирович. Я кандидат филологических наук по специальности журналистика. И уже 10 лет я исследую родословные. И работаю специалистом Института родословия и герамики. Поэтому я бы сделал акцент в названии нашей сегодняшней встречи на слове современных методов создания родословности. То есть тех методов, которые появились совсем-совсем недавно. Или может быть еще только-только появляются. Вот в чем отличие. То есть чтобы наша сегодняшняя лекция была интересна всем, каждому из ее гостей и ведущим, то есть мне самому тоже, чтобы она была интересна, я буду рассказывать с акцентом на тех направлениях в исследовании семьи, которые наиболее активно сейчас развиваются и, можно сказать, произошла некая исследовательская информационная революция, которая затронула и очень-очень сильно помогла нам развивать нашу генеологию. Итак, какие же, скажем так, виды семейных исследований инновационных существуют? Я бы выделил как минимум три таких больших группы вида. Причем первая группа этих исследований родословных, она достаточно уже не такая и инновационная. Она включает в себя целый спектр разных исследований. Начиная от исследований работ с базами данных, как закрытыми базами данных, так и открытыми базами. То есть, например, все будет показано на примере. Мы сейчас с вами перемещаемся на кухню, в генеалогическую фирму или в генеалогический процесс. Все, что мы сейчас с вами делаем, это будет показано на экране. Может быть, такой материал один из самых беспрецедентов. Не всегда это вот так вот прямо изначально. Если у вас какие-то вопросы, в конце вы можете задать вопрос про свою семью, и я с удовольствием отвечу, что и как нужно делать, поскольку занимаюсь этим уже очень-очень давно. Итак, значит, первый аспект информатизации и развития исследований родословных, это группа исследований, которые банально самые всем известные. Это поисковые системы. Если мы вбиваем в поиски, например, в Яндексе или в Гугле какое-то нужное нам слово, ищем, например, какую-то фамилию, обязательно мы ее смотрим, ищем какие-то варианты ее склонения, движения, словосочетания с, например, «майор Гелоскоцкий», «мещанин Шматин» и так далее, обязательно, ну, это все и так понятно. То есть, еще какие-то там 30 лет назад такой поиск был недоступен. Но также есть и базы, которые не открываются при помощи поисковика. Например, вот здесь я советую вам, естественно, первое, что вы должны сделать, это либо научиться, так сказать, максимально полно пользоваться компьютером, либо построить теплый контакт с человеком, который компьютером активно пользуется. Это практически одно и то же. Вы ему кто-нибудь отзывал, он вам помощь информационных технологий. Итак, что же такое закрытые базы? Сейчас я повторюсь, я начинаю с чего-то такого не самого еще инновационного, чтобы постепенно перейти уже к совершенно невероятным, фантастическим, футуристическим методам, так сказать, собирания родослова. Поэтому я начну с мбанами. Вот, например, есть такая база архива Санкт-Петербурга. СПП-архив. Вот, пожалуйста. Вот здесь есть поиск. Мы ищем, например, я не знаю там. Ну, у кого-нибудь есть предки с редкой фамилией? Какая-нибудь редкая фамилия, необычная? Ха-у-ке. Как? Ха-у-ке. Ха-у-ке? Ха-у-ке. Ха-у-ке. Пожалуйста, набираем Ха-у-ке. И мы видим, есть Ха-ук, Ха-у-ке, Ха-ук, Ха-ука. Вот огромное количество. И Ха-у-ке, даже Анна Адольфовна, пожалуйста. Что это за дела, которые не обязательно оцифрованы. Ну вот, это все архивы Санкт-Петербурга, начиная от революционных, заканчивая специализированными архивами. Вот, например, Анна Адольфовна Ха-у-ке. Она у нас, значит, находится, ее дело в личных делах, слушательных курсов, значит, каких-то там женских, стебутокских, высших сельскохозяйственных курсов. Она, у нее есть ее личное дело, да? Ну, то есть, личного дела вы посмотрите, не сможете. Вот, чем дело, вы найдете, что оно есть. А дальше вам придется по старинке прийти, заказать. Ну, или заказать через интернет, но, тем не менее, это бумажное личное дело. Ну, не оцифрованное никак. Ничего инновационного уже при получении дела у вас не произойдет. Это классическая архивная генеалогическая работа. Вы можете оцифроваться, сканировать на память себе, оставить дело, если это ваша прабабушка, да? Но, как бы, ничего такого удивительного здесь нет. Но это все-таки первый этап, как-то называемый, инновационной архивной революции. Это базы данных всех архивов. А теперь появилось огромное количество баз данных, таких как память народа, это участники Великой Отечественной войны. Есть базы данных Горг, герои Первой мировой войны. Спрашивают, за как ее найти? Вот, например, вы не знаете, как найти базу первого участника Великой Отечественной войны. Вот Иван Галинин вам показал, она у вас вникнула перед экраном, да? А потом вы ее больше найти не можете. Где вот так вот искать первого героя? Как это нужно сделать? Зайти обратно в Яндекс, набрать базу первого Великой Отечественной войны. Он вам и выдаст. Все очень-очень просто и удобно, так сказать, при поиске, да? Я сейчас говорю именно о технологиях поиска своих предков. Не о технологиях, так сказать, сохранения этой информации, потому что о сохранениях, оформления родословной. Это тоже очень сильно подвешено технологиям, так сказать, влияние технологии процесса. Я говорю только о поиске сейчас, да? Чтобы не говорить обо всем сразу. Тема очень широкая. Итак, это базы, открытые, закрытые базы ЗАГС. Когда вы приходите в любой ЗАГС России, вы получаете с 1926 по 2023 год любую информацию на территории РССР и России о рождении, браке, смерти. Любых ваших предков. То есть представьте, если какой-нибудь ваш прапрадед родился, например, в 1868 году, а дожил до 1927 года, и вот селезство смерти есть в этой базе. А мало у кого такие документы есть на руках. А где-нибудь в базе есть, неважно, это был житель города, райцентр, или села, или очень отдалённые деревни. Вот, так сказать, ещё 10 лет назад база ЗАГС не была настолько унифицирована. И когда мы начинали этот поиск, я начинал работать со своей ротословной, со своими людьми, которые ко мне обращались, а вот здесь Светлана в зале присутствует, мы когда с вами начинали ротословную, ещё и у нас технологий не было, и мы не могли сидя буквально вот так, вот за компьютером взять и изучить, так сказать, найти зацепки. Так что первые – это базы. Но это уже, скажем так, понятно, что обновляются базы, обновляются, так сказать, эти все сведения. Сюда же относится удалённый доступ в архивы, то есть доступ к отсканированным архивам. Вы можете получать, так сказать, данные на сайте архивов, видеть, так сказать, отсканированные страницы, страницы, листы, церковных книг и ещё каких-то там документов, исповедных росписей, ревистских сказок, которые были оцифрованы. Это отдельная тема, какие оцифрованы, какие нет, какие требуют доступа в одни системы, в третьи системы, но тем не менее, постоянно увеличивается количество архивов, которые доступны онлайн, то есть можно сидеть и изучать своих предков. Но это всё пока ещё даже не фантастико. Ну что же здесь такого, да? Взяли, отсканировали архив и выложили фотографии вот этих личных дел в личном кабинете, да? Ну, так сказать, самое простое – это дела, которые оцифрованы были, вот, пожалуйста, какие-то там метрические книги 1889 года. Здесь у меня совершенно случайно открыто дело, и можно посмотреть, какая церковь, кто, что. Да, конечно, вам потребуются навыки чтения почерка рукописного разных периодов. Это другое дело. Постепенно глаз привыкнет, и, как показывает практика, большинство людей способны почерк 19 века понимать. Вот. Это всё тоже к первой части, такой вот инновационной. Давайте дальше посмотрим, что же происходит дальше. Вторая часть – это уже развитие искусственного интеллекта, нейросетей, что сейчас всех поражает, удивляет. И буквально несколько месяцев назад были запущены такие проекты, как чтение вот такого вот совершенно трудного для прочтения текста рукописного с помощью машинного зрения. Таким образом, мы можем через те архивы, которые были отсканированы, видеть, так сказать, информацию о своих предках. Представьте себе, люди же постоянно переезжали из области в область, из района в район, купцы, крестьяне, дворяне, в деле нашей страны, они в 19 веке. Как можно узнать, где ваш родственник, например, был не в качестве родителя ребенка, но в качестве крестного? Ну, поехал он в другой город раз в жизни и выступил как крестный отец каких-то своих дальних родственников. Как вы можете это так вот наобум найти? А с помощью компьютерного свечения вам может повезти. Вот могу привести такой пример. Вот даже, зачем пример приводить? Можно и из ваших каких-то интересов. Компания, московская, российская компания, генотех, которая занимается больше исследованием полности генетики, запустила вот такой проект. Я по сути являюсь его презентуру, хотя никаких связей с этой компанией у меня нет. Я просто так же, как и все, пользуюсь результатом. Особенно, опять же повторюсь, везет с редкими фамилиями. Но и не с редкими тоже везет. Какие еще фамилии интересные вы можете? Галянку. Галянку, да. Ну, фамилия Галянка. В принципе, фамилия не звучит как очень редкая, но мы посмотрим Галянка. Мы смотрим по всем оцифрованным архивам. И вот, пожалуйста, мы нашли 2376 результатов. Степан Егорович. А, ну давайте попробуем получше. Сейчас в 2014 году. Судим. Да. Ну, опять же, нам надо понимать, где мы ищем. Курская, да, у вас там была в области? Степан Егорович. Давайте попробуем хотя бы Галянка-Степан. Да. Вот, и вот, просто ради... Ускоровности. Понятно, что работать с исследованием будем мы долго. А тут надо свои, свой интеллект применять. Не только на искусственном месте, но вот, например, мы нашли Степана Галянка. Галянка я взял в кавычки. Это, значит, доступно на сайте Genoteca, значит, раздел «Архивы». Они бесплатные доступные? Бесплатные, и даже не нужно регистрироваться. Просто заходите и все. Вот так вот. Они просто подключили искусственный интеллект к отсканированным ранее архивам. И вот мы просто вот нашли на АВУ в миллионах, если не сказать, в миллиардах записей. Савва Фродорович Галянка, Степан Афанасьевич Галянка. Мы искали же Степана. Степана, да. Ну, Егоровича. Егоровича. Ну, мы пока так вот... Ну, надо смотреть сами. Вот, пожалуйста. Что это? Полтавская губерния. Значит, уезд... Роменский, Роменский уезд, Сирон, значит, так, трудно отречить... Волковец, по-моему. Вот. То есть понятно, что это не все. И не все, не все, простите, такое слово, каракули поймет этот искусственный интеллект. Но вам иногда достаточно, чтобы одну вариацию написания вашей фамилии где-то он прочел, а все остальное вы уже поймете, где искать. Вы получите зацепку, значит, для поиска, да? Вот. Это искусственный интеллект. И есть другие, там, Яндекс.Компания тоже сейчас запустила поиск по... Особенно это работает с Москвой, Московский область. Ну, вот так сложилось все исторические, что Москва у нас впереди всем. И, как бы, отсканировала все свои электрические книги. А теперь выложили их в свободный доступ для всех. А теперь еще и можно находить там вот людей в Москве и под Москвой. Так что, если где-то у кого-то в Москве кто-то учился, работал на революции, был в Подмосковье, не знаю, подработки, торговые дела, любые события, попробуйте пробейте. Вот, например, кажется, что это, ну, все работает только для тех людей, чьи предки, ну, например, жили в Москве. А если ваши предки жили, ну, например, где? Дивеево. Дивеево. А Дивеево, то у нас город. Нижгородское. Город, да? Нет, это Силон. Силон Дивеево, да? Вот у вас пятки из Дивеево. Пожалуйста, давайте посмотрим, что... Дивеево это было, значит, село, значит, жили там крестьяне. Правильно? Получается. А Ди, да? Да. Дивеево. Крестьяне. Посмотрим, что он нам выдает. Вот. Вот, Ксении, значит, вот так, Якова Иванович Дивеево, сын, да? То есть иногда будут выдаваться фамилии. А, а... И лучше так, села Дивеево. Вот возьмем просто села Дивеево. Вот. Что он нам даст? То есть крестьяне, вот, конечно же, будут выдаваться по-разному. Иногда это будет удобно, иногда неудобно. Вот, вот, пожалуйста, давайте по архиву Яновской области. Нам что-то выдает. В Яновской области, понимаете? Что же нам дает? Села Румянцево, Румянцево. Это, видимо, другое, Дивеево какое-то. Ну, вот я вам... Наверное, не одно, наверное. Наверное. Но... Понятно, что вам придется провести много времени. Такой объем поражает. И, так сказать, если раньше мы получили доступ ко всем книгам, которые когда-либо были напечатаны, например, на русском языке, и эти книги были печатаны шрифтом, ну, с этой орфографией, но все же вполне понятные тексты, да? И они стали, в первую очередь, читаться искусственным интеллектом. Опять же, это первая часть, работа с базами. База есть ракетничная библиотека РГБ. В Москве Ленинка, она здесь очень хорошо помогает. Вы заходите, и здесь, по электронному каталогу РГБ, вы можете искать людей, которые упомянуты в книгах. В книгах. Да, но не все же упомянуты в книгах, которые вышли в печать. Соответственно, многие упомянуты всего один раз. Бибером священника, псаломщика и так далее. Соответственно, вот архивы, это уже, он пытается разобрать рукописи. На мой взгляд, это невероятно, потому что есть огромное количество вариантов и образцов почерка, да? И понятно, что вам будет выдаваться много ошибок. Но если вы эти ошибки поймете, начнете понимать то, что вам выдается, и видеть повторяющуюся ошибку, и самую избегать просмотра записей ненужных, осмотреть нужное, то вы поймете учительство. Вот. Это вот второе, так сказать, интересное явление в мире генеалогических исследований. Это ведь не только, ведь можно для любых нужд использовать такие данные, да? Опять же, это не все архивы. А какие? Ну, здесь очень по-разному собраны архивы, так сказать, губернии. Они основаны на губерниях Российской империи. Ну, то есть это постсоветского пространства архивы. Но не все они, конечно же, здесь есть, да? То есть, например, Санкт-Петербурга нашего. города замечательного, архив. Он там тоже оцифрованы все метрические книги всего Санкт-Петербурга. Все. Это невероятное количество. Прекрасно. Но они не дают себя вот так вот через электронный интеллект пропускать. Они не разрешают, да. Может быть, они как-нибудь сделают это для себя. То есть, все индивидуально. Где-то... В области тем более. Да, в области тоже, тем более. Вот. То есть, ну, тут у нас в Питере другие есть. Вот, пожалуйста, дело. Хао Кьяннадольф, мы можем заказать. То есть, можно зайти в личный кабинет. Если вы уже были в архиве, они вас знают. Вы можете заказать его. И на какое-то число вы придете уже получить и посмотрите, да. Вот. Но, если говорить о вот чтении текста, так сказать, роботом, да. Ну, здесь пока петербургские архивы не станут. Но, есть такой маленький секрет, что вы можете написать письмо в этот архив с ГИА-СПВ, рассказать о месте дате рождения вашего предка в Санкт-Петербурге, например, крещённом в 1899 году примерно. Опять же, всё зависит от редкости фамилии. Чем она более редкая, тем удобнее будет искать. И они посмотрят по своим внутренним базам. Потому что у них есть внутренняя база, где они её делают для, используют для выдачи людям справа, да. То есть, поэтому вы всё равно получите. И она даже в каком-то смысле эффективнее, чем искусственный интеллект. Потому что искусственный интеллект, он может так понять, он может так понять, он может не увидеть. А у них всё-таки человек, историк, всё это пробивал, составлял внутреннюю базу церковных книг Санкт-Петербурга. Ну, правда, не в самую глубину древности, там, по-моему, с 1895-го. Ну, для удобства, например, люди на основании этих документов получают наследство, люди доказывают родство, люди происхождение подтверждают. То есть, это ещё не так уже давно, эти годы. Поэтому, конечно, для удобства эти книги все были приведены в такую структу, структурированы были. Вот. Ну что ж. И теперь мы перейдём как бы к третьей части, да. Пока интересно, да, для многих это впервые, да, такая информация поступила, да, что... Ну, для многих нет, но, опять же, одно дело, когда мы узнаём, что такая возможность есть, а второе, когда мы уже взяли уже в руку, набили себе, попробовали, да, это совсем другое. То есть, я, может, тоже знаю, что где-то что-то появилось невероятное, квадрокоптер, да, но я никогда не управлял квадрокоптером, поэтому не могу, так сказать, воспользоваться его возможностями, если бы мне они были нужны. Ну так вот, что же у нас за третья такая разновидность? Это одно из самых моих любимых направлений в родословной последних трёх лет, мне очень она нравится. Это генетическое родословное, то есть изучение генетики наших предков. Вот об этой теме, по этой теме я недавно делал доклад в публичной библиотеке на тему ДНК «Знай наверняка», вот, где я рассказывал о том, как проверить, были ли предки наши, действительно, нашими предками. Но ДНК даёт не только возможность проверки пресловутой, да, обнаружения того, что биологически мы можем быть не теми, ни, так сказать, не от тех праведов происходить, каких написано в документах, да. И это может изменить не только наше представление о роде, ну и, например, о внешности нашей, откуда происходят наши черты внешние или медицинские параметры, там есть наследственные заболевания, да, то есть как бы, то есть биология, она всё равно играет роль, да, и мы можем с помощью ДНК узнавать о том, были ли действительно наши предки и предками. Причём делать это довольно легко, если вы умеете. Но также мы можем находить реальных предков, которых мы бы не нашли без такого вот метода. То есть, если мы говорим о сличении текста, вот, когда текст читается у нас с рукописи, да, то есть это такой информационный метод, то здесь такое слово есть интересное, биоинформационный. То есть берётся нечто живое, биологическое, и переводится в компьютерную тоже последовательность. И после сравниваются участки, как бы общие, похожие участки вас и каких-то других людей. Ну и, соответственно, если у вас, у другого человека, есть большие участки общих генов, чем значит, что вы, скорее всего, происходите от человека, который жил недавно. То есть, выражаясь более нормальным живым языком, вы родственники, да, то есть у вас общая бабушка, дедушка или ещё что-то, да. Вот, соответственно, здесь я представляла то, что каким выглядело моё древо. Ну, сейчас у меня выглядит, вот, опять же, что является в нашей родословной самым таким важным. То, для какой цели. Я так понимаю, что все, кто сюда пришёл, они, вы, каждый имеет какой-то интерес, связанный с родословной. А вот интересно, что в вашем представлении, то, что вы её у нас нашли, узнали. Это что значит? Вот так вот, что вы всё, вы теперь не знаете своего государства, что должно произойти, или вы уже знаете. Что для вас главная цель в том, что вы, ну, в поиске предков, какой результат вы хотите в итоге получить? Я хочу, например, узнать, выделить определённые способности людей нашего рода, то есть понять, какие передаются по родословной. Вот, например, да, то есть вы хотите не просто узнать имя, помиле, отчество человека, а ещё и биографию. И по биографии, то есть по каким-то записям действий, которые совершал человек, сделать предположение о его чертах характера, да, и проверить, как бы, насколько они могли бы передаться. А передаться они могут двумя способами, помимо биологического, они могут передаться просто воспитательно, потому что, ну, понятно, дети, они копируют своих родителей. И, как бы, понятно, что нужно детей воспитывать хорошо и с любовью, вот, и, конечно же, чтобы они учились чему-то интересному. Вот, вот, пожалуйста, да, у вас цель биографии. Кого-то ещё, да, какие-то, кто-то, ну, бывает персона какая-то, интересный человек. Нам всегда говорили, что у нас в роду вот есть такой-то. А кто этот такой-то, почему он у нас в роду? Вот бабушка что-то говорила, а потом всё, я не знаю, да? Вот, например, вот для меня, например, так сказать, в моих исследованиях собственные родословные самое интересное, это найти как можно больше прямых предков. То есть родителей, родителей, родителей моих родителей. То есть, вот, как бы, да, то есть мы все, как бы, знаем, что у нас папа и мама есть, да? А у папы и мамы тоже же был их папа и мама. Вроде бы так, как бы, получается, что мы доходим до каких-то огромных значений пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, да, всех дедушек и бабушек. Вот, соответственно, здесь такой азарт, увлечение бывает найти как можно больше. Но самое главное, самых близких, ну, например, всех прадедов знать. Вот, и человек, и прадедов у нас четыре. И прабабушек четыре. Вот если человек знает всех прадедов и прабабушек, всех, это очень важное слово. Почему? Потому что у нас в семье у многих были разрывы в отношениях, ушел из семьи кто-то, плохим был наречен там дед, прадед, папа, еще кто-то, все. Отрезали, сразу отрезается 25% предков, 50% предков, да, и изранословные вычеркиваются, да, хотя эти предки, может быть, не может быть абсолютно точно, не знали, что у них там, правда, будет такой плохой, и что их из-за этого вычеркнут изранословные. Они даже не дожили до этого времени, они жили в XIX веке, и не знали про ваши нынешние, так сказать, отношения. Вот, то есть, как можно больше прямых предков. И вот когда я начал заниматься генетически-равнословной, у меня 25% предков изменилось в предоставлениях, и 75% предков не подтвердились. То есть, что значит изменилось? Это значит, что я либо не знал предков, вот просто была персона X, прабабушка, родилась в Петербурге в 1893 году. Я еще не знал, что тогда базы будут электронные, что я и найду. Какая церковь, что, где, вроде в Петербурге, вроде бы вот с такой фамилией, все. Нету ничего, да, а прабабушка ничего. Делаю генетический тест отцу, и, соответственно, уже мне везет, и я нахожу в базе совпадений, я сейчас вам покажу, как все делается, в базе совпадений родственника этой, по этой бабушке. Бабины. И этот человек начинает со мной переписываться, и мы находим общие регионы, и каким-то образом мы отыскиваем корни этой прабабушки. И сегодня, вот раньше она была просто тем звеном, на котором останавливалось древо. А теперь ее предков. Так много, что они больше, чем все остальные предки, вместе взятые. Почему? Потому что ее предки из Ярославской области. Это один из самых хорошо сохранившихся архивов, потому что не горел, в войну не был поврежден, оцифрован. Да, то есть ее предки, они простые люди, ничего там такого удивительного, интересного нету, но именно количественно, это теперь самое преобладает количество, там можно смотреть статьи, типа, имя Параскепа сколько раз встречалось, имя Федора сколько раз встречалось. То есть огромное древо этой прабабушки. А было бы ничего, было бы пусто, была бы загадка, была бы одна версия говорила, что она, Фрейлина, последняя императрица, после найма подруг говорили, что она пивом просто торговала, может быть, одна и та же. Сначала до революции Фрейлина, потом спряталась, стала пивом торговать, да? Все это «бы» и вот как цель превратить легенды обратно в факты, как бы отмотать время назад. И вот то, что до нас дошло в виде легенд, или нам кажется, что это факты, а иногда это легенды, но мы думаем, что это факты неоспоримые, ведь нам об этом рассказала наша бабушка. Но она могла бы пошутить, а мы были маленькими и посчитали все, как буквально, да? А ведь она не этот бы сказала, да? Но она как разговаривала с вами, как с маленьким ребенком и посчитала, что вам этой информации хватит. Что дедушка князь был, да? И все. А надо отключить это назад. Вот, значит, и ДНК позволяет проверять родство, значит, позволяет находить случайных совпаденцев, родственников, да? И если вы делаете тесты не только себе, но и как можно большему числу родственников старшего поколения, сейчас это не очень дорого, если в сезон скидок там можно всего лишь за 4 тысячи рублей тест сделать, то построив такую сеть генетическую, вот, например, могу показать сейчас, всплывает, вот наверху я, а дальше папины родственники идут, вот, как бы, подряд, люди с фотографиями и количество разделяемых общих генов с моим отцом. Вот, то же самое будет в российской компании Генотек. Вот папа, на первом месте у него я, а потом разные родственники, там, троюродные, четыроюродные. Кто эти люди? Нет, я не могу сказать, что их всех мне нашла база. Нет, я их сам уговорил пройти тесты, и они появились на первых местах у моего папы, как совпаденцы, как имеющие с ним количество генов. Но я им, как бы, не подсказывал, что их надо вот так разместить. Компьютер сам угадал, увидев, как бы, общие гены. И если бывают такие случаи, что кто-то, к сожалению, и так вот произошло, например, брат прабабушки создал семью, но ребенок у него, так сказать, родился у него жены не от него, и ваши родственники, там, троюродные, например, не ваши кровные родственники, к сожалению, тоже вы увидите. И что с этим делать, это будет большой вопрос. Потому что, когда я обнаружил, что мой прадед не мой прадед по одной линии, я, конечно, очень расстроился, потому что я в него уже, как бы, поверил, я его нашел, все. А ДНК показало отсутствие родства между моей мамой и его родственниками. Но я-то человек такой, я найду, кто был, понимаете? Если вы биологического предка, например, не можете подтвердить, допустим, были споры, дедушка говорит, что вот это, вот не дедушка, и так далее. Были же такие бы варианты, да? Но если вы предка, как бы, потеряли, доказали, что нет, не был он родным. Но вы можете найти, кто был родным, вы понимаете? Можно найти то, что сто лет назад где-то кто-то с кем-то пообщался. Вот генетика как передается, да? Но проблема в том, что люди, которые не так сильные, как я, у причины родословные, им просто говорят, что вот ваш дедушка, как бы, не ваш дедушка. И все, не все рушит. Они теряют себе представление о предках, о роде, о семье. А нового у них нет, потому что им надо время, чтобы искать. А они этим занимаются, они свои дела, свои... Это я работаю в сфере родословной, я могу это сделать. Поэтому я всегда очень осторожен. Мы не всегда говорим, видим, какие вещи. Это надо быть осторожным, у кого-то может даже, естественно, быть проблемой. Я сразу немножко сгущаю, да, краски. Потому что ДНК это вот тот самый ларчик Пандора, который открываешь, потом обратно уже не закрыть. И очень многие боятся поэтому делать тесты, что... Они говорят, да мы и так все знаем, что у нас все есть. Мы и так знаем, что мы вот отсюда. Я говорю, ну почему вы знаете? А может быть и нет. Но для многих людей это удивительный источник. Для приемных детей, которые из детского дома никогда не знали своих родителей, не могут их найти, или хотя бы найти родственников, могут увидеть хотя бы своих предков по биологии, какие национальности, какие там гены тоже связаны с национальностями или с переселениями историческими на нашей земле. То есть для детей приемных, или для тех, кто потомки таких людей, например, папа, бабушка из детского дома, ничего нет, никаких документов. Вот для таких людей генетика вообще незаменимый ресурс. Потому что нет документов никаких. Вот люди, у которых, например, есть родословные, они взяли и пошли вот сюда. Они пошли искать себе там Галенко, еще чего-нибудь, Хава, какие-то такие. А у тех, у кого нет ничего, и знать, что имя, и отчество, и фамилия полностью созданы в администрации этого детдома, конечно же, они этого не могут сделать. Они могут говорить, ой, я похож на того знаменитого человека, на другого. Я просто с такими людьми имел дело, пытался им помогать. И, конечно, генетика для них перспективна. И чем больше будет людей, кто сдавал тесты, тем больше будут сюрпризов появляться. Вот. А как бы, ну, как уже к ним относиться, к сюрпризам, это уже другое дело. Можно вопрос? Да. Я правильно понимаю, что все равно это основные базы исключительно те, кто уже сдал. Совершенно верно. То есть таких людей сейчас это очень-очень маленький процент. И вероятность того, что, ну, из вашего примера, даже человек из детдома пойдет, даст, то есть вероятность того, что он найдет, она просто минимально, ну, пока что-то, да, да. Ну, есть всегда вопрос. Минимально для человека, который ищет, это любая зацепка, это шанс. Он будет этот шанс использовать, если он задался этой целью. Я говорю просто о конкретном человеке, мне легче это визуализировать. Но то, что вы сказали относительно ограниченности базы, это совершенно верно. Естественно, вы не найдете с вероятностью 100% себе там случайных родственников. Я показываю родственников мамы, которых я нашел через архивы, там некоторых я нашел через, ну, прям, какие-то невероятные пути. И плюс они еще сдали. А плюс я их уговорил. Я попросил их сдать тест. И сдав тесты, то есть то, что эти тесты делают идеально, прекрасно, удивительно, это показывает родство между людьми. Вот, предположим, вот здесь, например, это, как бы, вот, потомки рода Белепух. Это вот один из моих предков. Я тут внизу, Иван, звездочка летает, показываю людей, которые прошли тесты. Вот, то есть прошли тесты мой папа, его две троюродных сестры и четвероюродная сестра и брат. Все они обнаружили родство. Это означает, что мой трижды прадед Семен Иванович Беляков, мой предок, да, действительно таким является, да. То есть можно до человека, родившегося примерно в 1845 года, подтвердить родство. А это приятно, что вот столько поколений, неизыблемые цепочки. Но дальше мы еще боковых нашли родственников, которые вообще по предку, родившемуся в 1803 году, да, и там уже совсем дальнее родство. И мы все равно смогли, как бы, из-за того, что массовые были КП-тесты, мы смогли подтвердить родство с людьми по 19-ому лету. А как? Ведь у человека 19-го лет они брали ДНК. Как это? Мне логика. Я просто пытаюсь понять, как это работает. Да, 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 конечно. Я абсолютно точно, так сказать, имею ответ на эти вопросы. Это самые очевидные, самые понятные вопросы. Я вам расскажу. Значит, у вас возникло пока два вопроса. Первое. Ограниченность базы в плане поиска новых родственников. И второй вопрос. Как можно проверять раскопы 19-го века, если никто не изучал останки 19-го века? Да, то есть раскопки никто не проводил, как мы можем проверить? Значит, здесь, ну, могу привести такой пример, да? Вот другая семья, по-моему, допустим, это род Киткина. Здесь не так видно, но они жили в Петербурге. Такая достаточно приятная, интересная, вот легендарная семья. Про нее мне рассказывали в детстве немного. Но я, конечно, когда уже стал изучать, для себя понял побольше. Так вот, вот предок, вот его портретности. Павел Алексеевич Киткин, он второй слева. Он трижды правит. Его никто никаких останков найти не может. Он был похоронен в Александрово-Невской лавре. Но потом, когда у сделали склеп мастеров искусств, его, соответственно, могилу мы найти и не можем. Естественно, никаких эксгумаций, тестирований давно исключенных останков не производится. Но как же можно проверить родство с ним, если его нет? Даже звук гадко, да? А очень просто. Мы знаем по архиву, то есть и по разным, так сказать, естественно, что было у него много детей. Потомки были найдены у троих детей. Вот здесь Елизавета старшая, я недавно нашел ее потомку. Ольга, это моя прабабушка, и Алексей, младший сын. Три сына было. Вот как сказано. Точнее, не три сына, а для дочери и сына. Из тех, кто нам сейчас важен. У каждого из них тоже были дети. Ну, их сейчас живут нету никого. Это, получается, внуки Павла Алексеевича. Никого нет. А есть правнуки. Правнуков немного. От Ольги, вот один выделен квадратиком, это правнук четвертой степени, Анатолий. Тридцать третий год рождения, живет в Беларуси. И вот еще три правнуки от его сына. Ну и, соответственно, в старшей линии Елизаветы, там правнуков нет. Только про правнуки. Вот мы два минуты и Валентина протестировали, да? Ну и вот здесь тоже. То есть много, 11 человек, да? Ну и, естественно, как же проявляется, как же всем этим людям подтвердить, что они потомки одного человека? Берем тест и смотрим хромосомы. Сколько общих хромосомов. И получается, что каждый человек из этой сети совпадает со всеми остальными. Конечно, с маленькими оговорками. Например, самые старшие будут друг другу ближе. То есть вот эти между собой троих, у них там больше будет гемов. Да, я сейчас вам это покажу. Для этого я специально и свой собственный компьютер с личным кабинетом подгрузил. Чтобы посмотреть, показать, как этим всем можно пользоваться. Ну, например, заходим на страницу. Это двоюродный брат моего дедушки. Вот его, так сказать, генетический профиль. И смотрим, кто его родственники. А вот этот, он, как раз, правнув того самого Павла Алексеевича в кино. И мы смотрим на первом месте, когда прибавил его Николай Суслов. Этот человек, он, его родной племянник. Понимаете, что это родной племянник? Это сын сестры. Конечно же, с родным племянником будет очень большое родство. И оно действительно большое. Две тысячи сантиморганов. Это не мы сказали, что они племянники. Они сдавали не просто в разных времена. Они в разных компаниях сдавали. Николай сдавал в российской компании «Генотех». Мы загрузили сюда. А Анатолий раньше сдавал. То есть они племянник и дядя. Это абсолютно не факт. Тем самым мы подтверждаем, что родители этого дедушки и его бабушки, что они общие. Не может быть человек-сключательный, на улице сдавший тест, попасть на первое место. А дальше смотрим. Надежда Лапыцкая тоже племянница. Вот это моя мама Надежда. А это уже дочка его двойерного брата. Понимаете? То есть все это, что есть на схеме, по степени близости родства, оно же показывается и в цифрах. То есть если бы, например, где-то был бы разрыв, то не было бы никакого вот этого родства. А разрыв считается с отсутствием вообще в квинфиде? Да, ноль. Просто ноль. Есть ноль. В этим нельзя быть наполовину беременным. Есть такая вот шутка. Можно быть или, так сказать, потомком, или нет. Особенно, когда касается близких родственников. То есть, например, троюродное родство показывается с вариантностью 100%. То есть, мы же ведь у наших троюродных братьев и сестер очень часто вообще никак не похожи. Внешность вообще не похожа. А для генетики очень похожа. Четвероюродное показывается с вероятностью 80-70%. Ну, иногда только она тетит и тетит. Соответственно, просто подтверждая родство между потомками, мы подтверждаем происхождение нас от предков. И можно спокойно, с абсолютной уверенностью об этом говорить. Что же еще дает генетика в исследованиях? Ну, вот то, что я уже показал, это когда мы думаем, что наш предок, вот мой прадед, например, это один человек, а показывается, что другой человек. И сейчас я в шаге от того, чтобы найти, кто был отцом моей бабушки, Сусанны. Бабушка, которая меня воспитала, которая все детство была со мной, она была Сусанна Николаевна Нефеткина. Так вот, из этих трех слов она только Сусанна. Но не Николаевна, не Нефеткина. Потому что отец у нее не Николай, не Нефеткина. Кто? Мы можем узнать только помощью гена. Это, конечно, очень обидно. Но если вернуться к истории нашей фактической, то отец ее никогда не воспитывал. Она просто по документу была, дочка своего отца. Он сразу ее не признал и сказал, что это не моя дочка, разошелся с женой и, в общем-то, уехал в другой город. И тут была история, покрытая мраком. Наш род считал, родственники его жены, что это мерзавец, человек, который бросил. Там еще трагедии были разные. А его родственники считали, что он стал жертвой обстоятельств. И только жалели вот эту дочку, которая не его дочка. А мне, например, было неприятно. Что значит мою бабушку жалеют, что она не дочка? Я считаю, что это его дочка. И мы познакомились с ними, сделали такой же сравнительный тест. Оказалось, что у Николая была вторая жена, с которой родилось двое детей. Мы сравнили одного из этих детей. Уже с бабушкой не сравнили, она, сожалению, не дожила. С мамой, с Надеждой. Сравнили, и оказалось, что родства ноль. Просто эти вашу маму и с кем еще раз? Маму и дочку ее предполагаемого и дедушки. Вот. Мы сравнили. Показала в ноль. Это очень грустно, потому что я уже с людьми познакомился. Предков уже себе написал. Там фотографии красивые, все. И самое главное, посмотрите, как похожа бабушка на своего отца. Так что сходство – это очень редко нам хороший друг в подтверждении родства. Мы можем быть похожи на кого-то абсолютно случайно. Вот у меня, например, сотни, если не тысячи родственников. Я очень часто хожу в гости к родственникам, и каждый из них говорит, что я похож на них, на кого-то из общих родственников. Но представьте себе, как я мог бы быть похож на всех сразу. Мой прадед один, и мой прадед другой. Совершенно разные миры. Они никогда не соприкоснулись бы, если бы в Ленинграде не поженились бы эти семьи. Совершенно разных сословий. Поэтому сходство здесь не очень помогает. А вот генетик помогает. И самое интересное и приятное в моем случае, я не знаю, как эта ситуация разрешится, но я нашел в базе генотека случайно человека, который очень-очень близок к моей маме, но при этом не совпадает генетически ни с кем остальным. То есть однозначно является ближайшим родственником того самого деда маминого. То есть у них есть возможность по всей базе сравнить больше с днем? Да, и вот это ответ на второй ваш вопрос. Ограниченность базы, да? Это как лотерейный билет. Понятно, что нам делать, если мы не выиграли в лотерейный билет. Первое, узнать получше правила в лотерее, посмотреть, может мы не так сделали. Второе, другие билеты взять. То есть сделать много тестов. Почему-то люди, например, делают тесты с семьи. ДНК-то себе это делать не нужно. Потому что, вот я, например, это смесь совершенно разных национальностей, регионов, истории и так далее. У меня есть оба родителя, слава богу. У них это уже гораздо больше генов. То есть представьте, что такое наш ген. Итак, берем гены папы и половину отрезаем и выбрасываем просто. И оставим только половину. И мамы тоже половину ее гена выбрасываем. И соединяем на эти половинки и образуемся мы. А зачем нам выбрасывать эти гены, когда мы можем полностью изучить предков мамы? И национальности, и все, что там в них заложено. И папы. Поэтому не надо. А если у кого-то есть там тетушки, дядюшки, вот начинается вот такая тоже гонка за тем, чтобы успеть уговорить, попросить. Да, вот некоторые люди имеют предубеждение, имеют, естественно, право на то, чтобы не делать этих тестов и так далее. Но, конечно, чем старше, более старшее покорение пройдет тестирование, бабушки, там, младшие сестры, дедушек, которых уже нет, но младшая сестра была сильно младшая, она живет сейчас в другом городе, ей нужно, конечно, она будет замещать гены вашего дедушки или там папы. Вот. Ну, если никого, старше вас уже нету, конечно же, тест нужно делать себе. Ну, или там кто-то делает родственникам мужа, там, родственникам, там, зятя и так далее. Это же другой вопрос. Я не то, чтобы, как бы, говорю, агитирую за это дело тестирования, я могу просто рассказать, что вот для меня, как человек, интересующегося прямыми предками, и столкнувшегося с непреодолимой проблемой в виде прадеда, например, или прабабушки, которая не мог найти происхождение, конечно, я, как бы, радую за такие исследования, потому что, ну, мне интересно. И, а уж я молчу, сколько дополнительных, так сказать, требовать возможностей. Ну, например, крещеные евреи, да, были такая, была такая группа людей, которые отправлялись в батальоны кантонистов, или там, татары крещеные, и, как вот их узнать, нету никакой информации, да, а на биологическом плане это все будет видно, может быть видно. То есть, вот я сталкивался с тем. Вот, например, у моей мамы, у нее 92% русские и 8% литовцы и латыши. Вот такой национальный состав, который дает, да, этот самый сайт. Что я могу сказать? Ну, естественно, это все гораздо более сложно у нее. У нее и немцев 4% размылось, уже не видно, там есть прибалков, я не знаю, может, как раз поэтому. Может, у того деда было, если у нее 8, может, у того деда было как раз 20, например, да, и ей сколько досталось. Вот это третий момент, о котором я, как бы, вот рассказал, да, то есть первое инновационное направление это архивы, которые доступны онлайн, это базы данных, причем базы не только на русском языке, базы компании FML Research, базы, есть, например, эвакуированных и уведенных в годы Великой Отечественной войны на работы, отдельные такие базы есть. То есть баз, невероятное множество, и сам я буквально каждую неделю узнаю какую-то еще одну базу, которую кто-то где-то каталогизирует. Есть каталогизация на уровне регионов, архивов, там Томский архив что-то делает, Сибирь что-то делает. А, вот, еще очень фантастический источник, опять же, не для всех целей подойдет, но есть такая база газет, как бы, и журналов. Представляете, сколько было издано печатных изданий? Я вот когда диссертацию свою писал на журфаке, решил подключить немножечко тоже газеты для исторической, эмфирической базы. Так вот, вы представляете, что такое массивы изданных везде каких-то новостей, микрологов, завещаний до революции, пласт? Особенно в конце 19 века, когда провинциальная пресса стала развиваться. Невероятно много. А теперь тоже многие газеты точно так же по электронным, с помощью чтения текста компьютером, так же вот ищутся. Есть специальная база, вы можете поискать ее сами, база, так сказать, газет. Там и санкт-петербургские ведомости, и какие только, там прям единый каталог всех, значит, всех изданий. Вот, поэтому, здесь сейчас я наскольку не могу, но мы можем, опять же, можем сымитировать вот эту базу газет. Так, допустим, вот тут есть рнп, есть еще какой-то. В общем, поищите. Наверняка об этом говорится уже на форуме. Смечение текста, например. Ну, какие-то пробуйте сочетания. И обязательно найдете, вот, Eastview, по-моему, вот. Может быть, даже есть больше, так сказать, этих самых газет, журналов, чем я думаю. То есть вы можете найти какую-то базу в процессе поиска, о которой я не знаю, да? Потому что все бывает. Зависит от вашей цели. Я вот вначале задал вопрос, какая цель, да? Потому что в генеалоге каждого собственная цель, и достижением этой цели каждый считает что-то свое. Вот. Значит, что еще могу сказать? В принципе, уложились... Ну, расскажу всего понемножку, что еще интересно. Есть сайты, которые позволяют вести свое древо в электронном виде. Вот один из них, сайт гени.ком, например, да? Вот здесь я, например, введу собственную родословную, и всех агентирую ввести, значит, на ней, на этом портале свое древо. Ну, вы, например, можете делать это в любом другом, да, в любом другом источнике. Ну, например, тот же генотек, где вы сдаете, так сказать, в ДНК, предлагает тоже построение своего древа. Вот. И вам не обязательно вручную строить все эти деревья. Достаточно одно в компьютере сделать, и потом загружать во все эти базы, и так далее. Что дает возможность загрузки данных в древо, да? Оно дает возможность информации, которая больше не конфиденциальна, то есть о ваших бабушках, прабабушках, которые уже ушли из жизни. Эту информацию сделает доступной для поиска другим людям, которые, возможно, тоже интересуются зачем-то вашими предками. Скорее всего, потому что они ваши родственники. Так вот строится единое, так сказать, мировое древо. Мне очень много за вот 10 лет пришло по этому сайту сюрпризов, где мне говорят, здравствуйте, Иван, а почему вот, так сказать, ну мы вот тоже, вы присоедините нас. И иногда это люди, боковые родственники, например, был у вас дед или прадед, да? А у него братья и сестры, да? А все фото, архивы старинные, достались и вам только парочка фотографий. И вот еще один повод найти всех родственников, посмотреть, какие у них фотографии, да? То есть работа с фотографиями тоже отдельная тема, то есть нужно их сканировать, обязательно нужно делать электронные копии фотографии с двух сторон, даже если сзади ничего не подписано. Ну, например, фотография старинная, какого-то фотосалона, обязательно сканировать переднюю часть, заднюю часть, 600 ДПИ разрешение обязательно, вот, для того, чтобы создавать у себя в компьютере электронную, как бы, архив собственный, да, фотоальбом, да? Вот, что потом уже выделить. Ну, наверное, это уже, вот это не является для кого-то инновационным методом, но есть еще и цвет, да, возвращение цвета фотографиям, наверное, вы слышали, да, про то, что сейчас черно-белые фотографии делаются цветными, да? Ну, это я буду просто... Я пользуюсь сервисом, который на сайте MyHeritage компании есть, где можно загружать фотографии и делать их цветными. Ну, да, конечно, это, чтобы как-то вам что-нибудь такое рассказать более оригинальное, я расскажу, что эта услуга, она платная, но если вы, кто-то из ваших знакомых уже оплатил, то вы можете к нему присоединиться и бесплатно пользоваться. Вот, ну, вот, например, фотография брата моей дважды, прабабушки, которая была загружена, черно-белая фотография, вот как он ее сделал, обработал краски, и, соответственно, вот из вот такой фотографии вот такая получилась. Очень симпатично, да. Я периодически делаю у себя, если вы в ВКонтакте или в другой соцсети, там кто-то в Одноклассниках есть, кто-то еще где-то, подпишетесь, то я периодически делаю в этом публикации. Вот, опять же, если вы хотите действительно узнать что-то по своей родословной больше, чем вы уже знаете, то, конечно, вам не подписываться на меня, нужно айти своей уникальной работой, потому что предки у всех у нас уникальны. Те предки, которые у меня, они не то же самое, что у вас. Соответственно, вам нужно открывать, так сказать, целую... Иногда приходится даже пласт в истории страны немножечко поднять, потому что, ну, как бы, из этого не удастся и найти родственников, потому что, кажется, что что-то очень известное, а про это ничего не написано. Вот недавно сделал фотографию, тоже сделал цветную двоюродной сестре прапрадина. Вот. Тоже обработка фотографии немножечко в фотошопе. Вот пример того, как фотография цветная 1867-й год фотография. Пожалуйста. Вот это я не делал цветной, но это, по-моему, одна из самых... Вот 1867-й год. Вот ее тоже можно сделать цветной. Представляете себе, да? Ну, понятно, что цветной с поправкой на то, что это просто оттенки серого, и она определит эти оттенки как-нибудь не обязательно правильно. Ну, все равно так будет мило выглядеть, и мы будем воспринимать наших родственников и предков более, как бы, жизненно. Потому что кажется, что то, что было на этих черно-белых фотографиях, это совсем другая жизнь. А на самом деле это такая же жизнь, как у нас сейчас происходит только в прошлом. А для них она была в таком же цветном в настоящее время. Вот. Ну, в целом у нас время доклада закончилось. Здесь я про вот три основных инновационных метода рассказал. Базы и онлайн доступ, электронное чтение онлайн-архивов и обязательно исследование, генетическое исследование, сравнение и поиск ростов. Вот. У меня сегодня будет все. Вы можете... Благодаря. Спасибо. Теперь у нас время на выдавание вопросов, если они еще по ходу возникли. Вот, если я выдавала бы дедушка жил в Псковской области, я выдавала бы архив Пскова, в том, что вы нашли их данных, где еще можно искать? Псковская область, пожалуйста, она цифрована. Кстати, архив этот есть онлайн. Вы можете пробовать вот тут искать в деревне. Если архив отвечает вам, что у них нет этой записи, то есть могут быть несколько вариантов, да? Почему он это ответил? Первое. В вашем вопросе содержались неверные данные. Они по этим данным пошли и не нашли. Неверные-то какие? Ну, вот вы, например, написали, что он родился в 1895 году. Когда у вас? Что вы запрашивали? Да, хотела узнать о родителей дедушки. Дедушка ваш, скорее всего, еще в Псковской области родился. В 1929 году. А у них нет в Афире. Потому что 1929 год – это база ЗАГС. Нужно прийти в ЗАГС. ЗАГСа тоже нету. Нету, да? Такого человека нету. Фамилия какая у него? Сейчас не вспомню. Можно я подскажу, что может быть? Просто с чем я слов? Пола Светивеева прям лично догадалась ЗАГС. И нескольких родственников мы нашли, одного не нашли. И мне руководитель ЗАГСа сказал, что за 10 лет она встречала несколько таких моментов, когда не находят родственников. Потому что с 50-х в какие-то годы, когда люди умирали, они просто забывали отнести документы, что человек погиб. Поэтому данных в ЗАГСе просто нет. Ну и также у них, допустим, церкви горели, деревья тоже. Поэтому очень много церковных данных потеряли. Ну, вы понимаете, здесь еще такой момент. Очень часто мы хотим найти вот деда и вот вверх куда, да? Мы немножечко забываем, что люди не одни жили. И что дед, скорее всего, он был в семье, не единственный у вас ребенок, да? Я вышла на тех родственников, они ничего сказать не могут. Насли родственников его потомков, его сестры или что-нибудь такое, да? Да. Ну, вот смотрите, да? Вы нашли родственников. То есть у деда была сестра. Ну вот, значит, сначала надо составить древо, добавить все это, да? Я рекомендую программу Гено ПРО для компьютеров. Есть еще древо жизни, и кто-то работает. Ну, у нас в фирме, вот в институте родословия, где я работаю, будет работать с вот этой программой. Какая программа? Что? Как называется? Гено ПРО. Вот такая программа. Так вот, представьте себе, я вот тоже ищу, например, своего, своего прабабушка. Ну, вот бабушка у меня, я вам рассказал уже ее историю, что папа у нее не подтвердился, но мама-то точно ее. И вот моя прабабушка Антонина Николаевна Афанасьева родилась в 910 году по документам. Это потом я понял, что она 4 года изменила свой возраст. Она вообще-то родилась в 910 году. Но и это ничего не дало, потому что церковные книги за этот год не сохранилось, например, да? Вот у вас о ЗАГСах речь, а я говорю о церковных книгах. Но если бы я вот так вот узко смотрел бы на свою семью, а тут надо, вот вы этих родственников, да, вот вы когда про них сказали, что тут есть какие-то родственники. Это не какие-то родственники, это ваши любимые родственники. Нужно с ними поздороваться, познакомиться, посмотреть какие у них документы. Можно предложить генетическое исследование, сравнить вас и их, чтобы вы этим подтвердите, что вы родные, да? А дальше, вот посмотрите, да, вот моя прабабушка, посмотрите, какое древо на самом деле. Вот я бы мог думать только вот так. А это древо в ширину, не в глубину, заметьте, в глубину там почти ничего нет. Это одно из самых длинных деревьев, как я называю, в мире. Потому что там у прабабушки было много братьев и сестер, и у ее отца, и так далее, потомки рода Афанасия. И если я через прабабушку даже законно не могу пройти, потому что метрика моя не сохранилась, а мне нужно, например, ее брата, информацию, который, участник войны, иногда подтверждает родство, я попрошу родственников, у которых путь, цепочка до предка документально прослеживается. То есть, например, вот нет имена о вашем деде, ну и бог с ним, а у него была сестра, идите полишите дальше от сестры. Ну вы же знаете, что дед был, фотографии его есть, да? Вы хотели его свидетельство о рождении для чего найти? Чтобы найти его родственников, чтобы его родителей узнать. А вот у тех родственников у них нету, то есть он единственный был брат? Да, там двое родных выходили. А родных не было у него, то есть он один и нет смерти. Самое главное, что он еще как бы умер в доме инвалидов, и нету как бы смерти его в этом ЗАГСе сведений. А дом инвалид тоже не ясный, какой он был, потому что я подавала запросы, а они как-то к нему отвечают. А о браке у него есть документ? О браке с бабушкой? Да. А где он находился, жил на момент брака? В Санкт-Петербурге. Прекрасно. Это, скорее всего, было в годы 50-х. Соответственно, вы имеете право запросить домовую книгу по тому адресу, где он проживал на момент брака с вашей бабушкой. А для этого вы приходите в любой ЗАГС по месту вашего... У вас есть свой брак? Есть? Где-то с бабушкой? Нет, свидетельство, справка. Справка. Ну, значит, нужно прийти с этой справкой в ЗАГС и сказать, здравствуйте. Какой мой дедушка? Он умер. Правда, о смерти у вас нет документа. Ну, здесь придется что-нибудь такое... Справку какую-нибудь составить. Акт, я не знаю, еще как-то что-то такое. 23-й год, скажите, точно его нет. Не стоит ли от ЗАГС. Но вам нужно будет как-то о смерти его подтвердить. И говорите, вы знаете, вот дедушка умер, бабушка умерла. Бабушкина точно есть же от смерти свидетельства, так? Да. Вот. И говорите, вот справка у меня. Они говорят, ну, хорошо, у вас справка, есть что вам еще надо. А вы говорите, мне нужно посмотреть оригинал актовой записи о браке. Они смотрят как Дзержинский район, это, значит, на Суворовском проспекте ЗАГС. И поедете туда, и вам достают оригинальную ту самую книгу, где ваш дедушка еще совсем такой молодой, с молодой бабушкой, они вот начинали с опросской жизни. И вы там, получается, сможете увидеть адрес их регистрации и проживания на момент этого брака. А дальше вы запросите уже домовую книгу. А где домовая книга? Я все показываю здесь, в компьютере. Есть сайт архива Петербурга, где я халки смотрел при вас. Вот здесь у нас есть поиск информационным ресурсам, вот здесь. И домовая книга, например, такого-то адреса, на такой-то бот. Открываете ее, там, опять же, она не онлайн, к сожалению. Это еще очень трудный поиск, еще и требующий родства, подтверждения. Но, тем не менее, вы получаете эту новую книгу, это на Антона Вовсеенко, находится архив ЦГА, это уже советская книга. И вы видите адрес, получаете книгу, и там написано его место рождения, может быть, уточненный год, может быть, уточненное место, может быть, приезжала в гости сестра, может быть, еще что-то. Вы получите профессию, трудовую информацию на момент его проживания. Ну и, как бы, дополнительный красивый документ в вашу, как и семейную копилку. А в инных средениях они не могут указать в справке, все заказываются? Могут. В принципе, вы можете, совершенно верно, можете тоже самое сделать. Я сделал такой вариант, где вы сами смотрите эту книгу и радуетесь. Вот, вот, из дедушки. А можно, да, попросить, просим включить все иные сведения. Да. И включайте, но потом, опять же, с этими сведениями вы идете в архив, где хранится домовая книга. Ну, осиенка, да? Да. Ну вот, а дальше вы о генеалогии дедушки ничего не знаете. Даже невеста и что там дальше была. Ну, не знаете. То есть вы и о прошлом дедушке, и как бы... А он, видимо, с бабушкой разошелся, да? Угадал, да? Вот. Соответственно, ну, опять же, мое любимое. Делайте генетический тест. А вдруг у дедушки 10% цыган? Вы не делаете их, да? Знаете, есть же такие... Вдруг его родственники, так сказать, заинтересовались этим вопросом. Еще вот вопрос по поводу ограничения базы, да? Ну, допустим, у генотека, компании генотек, у них одна база, да? Но я вам показал, что именно по той самой линии, которая мне нужна, совпадение есть, да? Это я, кстати, и в рамках вашего вопроса. А у кого-то не повезло, нету. А через полгода будут, потому что она обновляется. Сейчас у них такая массовая рекламная кампания идет, что... Я удивлю, но у многих людей вдруг всплывают, так сказать, родственники, которые они идут. Ну, и, наконец, если ваши родственники живут за границей, вы можете скачать, так сказать, файл и загрузить в три международные базы. И посмотреть там родственников. И там тоже очень высокий шанс. Представляете? Когда открыли доступ, да? В базу? Смотрите, доступ в базу вы получаете тогда, когда вы ее что-то сами вкладываете. Да, но потом... Когда вы загружите ли тест? Ну, например... Вот... Это, значит, у нас в компании есть... Фернайт-В делай. Там много людей, которые живут, ну, скажем, в Европе, да? И вот мы сделали тест в генотеке, сохранили из генотека тест. И мы нажимаем вот здесь Upload, то есть загрузка... А, я забыл, вам еще помимо компьютера нам английский язык нужно выражать. Это небольшое дополнительное время. Загрузить. Он вас спрашивает, какой. Вы вносите имя, фамилию. Конечно, тут все немножечко сейчас осложнено. Требуется VPN, какие-то еще ресурсы, потому что... Но, так или иначе, вы можете загрузить. Может, меня спросить, я вас в ВКонтакте научу. Скажите, что вы это сделал, я вам скажу. Вот. И там посмотреть, а там же еще варианты, да, какие-то. А потом еще посмотреть. И вот в этих трех базах, и плюс еще российской базы, вы увеличиваете шансы. То, что я говорил про лотерейные билеты, да? А когда вы, ну, например, как вам сказать, когда вы несколько времени билеты покупаете. То есть вы не просто себе тесты делаете, а папе, маме, двоюродной тройной сестре, у вас сколько вариантов того, что кому-то из них повезет. И что так сложились длины, что именно по тройной сестре отца вдруг вам что-то прилетело, да, интересное. Так что изучаем, как бы, специфику этого поиска. Верим, так сказать, в чудо и в ожидании лучшего. Изучаем глубоко свою генеалогию. Потому что если близкий родственник вам не попался, то вам может попасться дальний, пятиюродный. А если вы знаете, что ваши предки, например, из, там, предположим, какого-то места в Куртской области, и у этого человека, вы начинаете копать. Ну, в основном, ну, родства там чуть-чуть. Но даже с таким родством можно найти общие корни. Это даже интереснее, потому что вы тем самым бесплатно подтвердите, как раз, что я вам говорил, родство с какого-то давнего времени. То есть компания InnoTech дает возможность связаться с этим человеком? Конечно. Да. Вы можете написать в том случае, если человек сам не ограничил доступ к тому, что ему можно было написать. Компания, например, Эфирм Электридианы, она позволяет не просто написать, она позволяет даже электронную почту дает человека. Можно написать именно электронную почту. Обычное письмо. Здравствуйте. И я, поскольку очень много администрирую тестов, то я каждый день получаю от кого-то к кому-то письмо. Поскольку сами люди еще достаточно плохо освоили эти тесты, они мне все доверяют, все родственники. Вот, Ваня, разберите там с этим. Получается, все их родственники, которые даже ко мне отношения не имеют. Понимаете, да, о чем я говорю? У вас есть трое родная сестра, например. Четверть ее генов, она ваша. А остальные три четверти вас не касаются. Это и другие родственники, да? Но если она сдаст тест, и эти тоже набегут к ней, да? Могут писать. Соответственно, периодически или друг другу пишут. Они говорят, здравствуйте, мы ваши родственники. Вот сообщение, пожалуйста, вот у меня. У мамы, например, целый чат разных родственников, которые только ей захотели написать. Или я кому-то написал. А так, сколько у вас там есть разных, так сказать, это просто у меня такое количество разных наборов ДНК. То вы, конечно же, можете с ними связаться. И иногда это помогает решить сложные задачи. Поэтому ограничение базы преодолевается построением в сети, вашими усилиями в изучении архивной генеологии. И надеждой на то, что со временем она будет шире. Еще какие-то, может быть? Может подальше, если ты их даешь, то потом можешь пользоваться? Конечно, бесконечно пользуются, да. Да, да, да. Это я вот рассказал только об аутосонных тестах, которые определяют немножко не точно, но определяют национальности и очень хорошо определяют родство. Вот это называется аутосонный тест. Есть еще другие, но я сегодня о них говорить не буду, потому что у нас тема не широкая, а не узкая. Иначе про вот эти вещи есть много информации в интернете и у меня на странице тоже. Можно еще вопрос? А вот как, например, другая бабушка, она же просто жила в Санкт-Петербурге? Да. Как узнать ее родственников, ну в смысле родителей хотя бы? Потому что у нее 16-й год рождения. Ага. Она родилась в Санкт-Петербурге? Да. Я как бы не знаю, в каком районе она родилась. Все просто, значит, совершенно верно. Вот та же проблема была и у меня. Только у меня было еще хуже в 1897-м году. Что значит в Санкт-Петербурге? До революции населения Петербурга было 2 миллиона человек. В Москве 1 миллион, а Петербурга 2 миллиона. Как можно найти в Голку в стоге сена, найти запись о крещении бабушки в 1916-м году? С построенной памяти, чтобы было. Вот это еще сложнее. Ну, в общем, вы можете всю жизнь вот так вот зрение себе испортить, или стать эти книги безрезультатно. Вы приходите в архив на улице Псковской, и еще лучше звоните. Телефон же есть, правильно? Архив Псковская, да? Улица. Называется он Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. С, Г и А. У них есть внутренняя фаза, по которой они смотрят в рождение. И вы просто им говорите, или даже пишите письмо в электронную почту. Здравствуйте, моя бабушка, как там, вы можете конкретно как-то сказать, как зовут бабушку. Софья Васильевна Егорова. И родилась в 16-м году, и, ну, конечно, они могут вам ответить, что таких у нас 50 родилось в 16-м году. Надо бы чего-то побольше знать. Я бы тоже сказал бы, что, например, ну, если бабушка вообще работала, в Ленинграде у нее было трудовое дело, значит, надо поднимать еще трудовые документы, где она заполняла свою карточку трудовую. Там, ну, вот, знаете, карточку. Родители, кем были, все уже подноготную собирали. А где архив можно найти рабочие? Это запрашивают какие-то архивы? Ну, вот есть, иногда везет, опять же, вот здесь, в окошечке, архив из А. Петербурга. Пишите там ее имя, фамилию. Есть архив по личному составу предприятий. В общем, это такой достаточно тягомодный такой поиск. Не вы так, что вот вы взяли и все нашли. Вы должны радоваться вот каждой крупинке. Студическое дело, бабушки. Отлично. Где училась? Пишите туда. Номер диплома знаете? Нет? Ну, год примерно окончания знаете? Там, на кого? На строитель, на инженера. Где? Туда пишите, получается, трудовое дело, студенческое дело. Кому он написал, вы все понимаете? Именно вот этот архив или? Нет. Дела студические иногда находятся, зависит какой год. Ну, может быть, ее дело находится в архиве, а может быть, в архиве ВУЗа. А, в архиве ВУЗа. Да. Да. Позвоните в архив ВУЗ, спросите письмо. То есть вот это все нужно как можно больше собирать о бабушке разного всего, да? И как где-нибудь дано прорвется, да, Метя? Ну, самое простое, позвоните и спросите в архиве, может быть, в 16-й год, может, Метрика и есть ее рождение. А именно в архиве на Псковской? Да, да, да. Скажите, я бы хотел написать на официальный запрос о рождении моей бабушки. Они скажут, пожалуйста, вот напишите в свободной форме. Они никому не отказывают, очень доброжелательно и они там работают. А вот скажите, пожалуйста, а вот кто погиб в блокаду, такие есть какие-нибудь документы? Ну да, есть, так сказать, не говорите просто в гугле. Я вот точно не помню, так сказать, тоже база погибшая в блокаду. К сожалению, она очень неполная, да? Вот видите, есть Ленинград. Вот я вот прямо набрал в интернете. Вот она открылась какая-то. Книга памяти. Что я могу про это все сказать? Все эти базы очень не полны. Очень многих людей, погибших в блокаду, могли просто никак не записать. Слишком много людей погибло ежедневно. Вот я, например, так не нашел. У меня умерла прабабабушка в блокаду, например. И ее сведений не в семье нету, следствия о смерти. Просто вот умерла и все. Я как бы ходил, искал, нету такой митник Людмилы Александровны. А кто-то вот даже в блокаду сами хоронили. И тогда вы можете обратиться в архив кладбищ, в ЗАГС. То есть попытаться сначала сходить в ЗАГС и спросить, какой-то есть, может быть, он уже даже внесен в ЗАГС. Если не внесен, может быть, о захоронении его есть информация. Архив кладбищ находится... Вот смотрите, я беру, говорю, архив кладбищ, да? Просто нельзя же все помнить. Архив кладбищ ищем, где он находится. Вот, значит, на площади восстания. Туда может прийти этот архив и спросить, что нужно. Могут рассказать о захоронении. Еще вариант ЗАГС поискать. Ну и посленные источники, там, дымовые книги еще. Но может не быть. Я могу на своем примере рассказать, что кого-то, кто в блока умер, хоронили и официально не находились на это следствие. А кого-то совершенно безымянно как-то и все. Поэтому может и нет нигде этой информации. В больнице Роскутская работала. Вот у нас наносились 17 лет. Значит, в переулке привозили просто завернутые простыни, штабиленны, и они отводили не отладыши. Ну, то есть, как бы... Регистрация смерти полноценно не производилась. Да. Поэтому, да. Ну, тоже, кстати, касается и эвакуированных. Не все базы эвакуированных из Енинграда до сих пор устроены. Да. То есть, например, если кто-то уезжал, дети и так далее. Видимо, из Енинграда... Вот я пытаюсь, смотрите, вот видите... Вот, кстати, архивы Петербурга занимаются поиском эвакуированных городов. Тоже кому-то нужна справка по эвакуации и так далее. Есть люди, наоборот, которые не хотели бы такую справку, да, или кто утверждал, что он блокаду всю жизнь прожил, да, на самом деле бы эвакуированы. Такие тоже случаи были. Ну, в общем, базы эвакуированных полноценных... Вы знаете, что такое база? База – это то, что вы нажали, и Рома выдала. Это база. Понятно, что есть документы, где-то они в бумажном виде. А вот то, что мы за одну секунду взяли и нашли вот здесь, вот такой базы уже нет. Вот. Опять же, базы бывают закрытые и открытые. Чтобы закрытые посмотреть, вы должны доказать, что имеете право на эту информацию. Открытые вы. Ну, в деревне, у нас там врачи в деревне, да, и одна блокадница просила, говорит, у меня нет никаких документов, но я всю блокаду работала. Не в блокаду, а в деревню, ну, в деревню, там, под Монгаром. Вот. И я написала в артир Октябрьской революции. И нашли, и подтвердили, и она осталась часть итогов. То есть, в блокаде. Вот вы видите это. То есть... Артир Октябрьский тоже относится к любому поиску. Поиску. Артир Октябрьский. Артир Октябрьский. Удивительно, что получится, да? Да, да, да. Ну сделали это просто на всякий случай. Как бы случайно, да. Красиво. Вот вы видите, с вашей равнословной тоже самое происходит. Когда вы изучаете родословную, вначале вы как будто невероятное количество ресурсов получаете, да, много. Знаете, как вот нефть, раньше, когда ее только начали использовать, она в болотах была и где-то недалеко, а потом уже, когда вся истощилась, начали добывать где-то в глубинах. Так и родословную, когда вы начинаете исследовать, тут узнали, тут спросили, тут в интернете, легко-легко-легко-легко, а потом вы уперлись в какое-то препятствие, да, и уже просто из интернета не удается. И нужно дальше обращаться в архивы, писать. И, конечно же, каждый раз, когда вы пишете в архив, даже если вы неудачно пишете, и вам отклоняют запрос, вы учитесь, приобретаете опыт. Поэтому ответ такой, даже если вы немножко не туда обратились, не в тот архив, вас обязательно перенаправят. Все это идет не быстро, все это очень так бюрократизировано, но зато стабильно. Поэтому обращайтесь. Сегодня я попытался что-то такое моментально быстро показать. Ну, конечно же, классические способы, письма, конверты, почты, все это тоже работает и тоже, конечно, вам пригодится. Без этого по-прежнему еще не обойтись. А не подскажете, как делать запрос в пенсионный фонд о трудовой деятельности? Как это будет в твоей деятельности? Ну, я думаю, что точно так же. Видите, поисковики пишут, запрос в пенсионный фонд. Как трудовой деятельности? То есть, как делать? Ну, понятно, что там какой-то официальный запрос, но они на себя отвечают. Плюс еще, сколько-то лет там должно храниться, да, вот в трудовой книжке? Ну, есть, есть там юридические аспекты, и время, и стажа, и хранение, и так далее. Вы с целью получения пенсии, и с целью географии? Нет, с целью найти, как бы, да, где работал, где работал, а потом найти архив этой, скажем там, где он работал, в какой-нибудь школе, не школе. Ну, пенсионный фонд, это, как бы, тоже интересный момент, да, архив пенсионных фондов. Как ни странно, я редко сталкиваюсь с тем, что кто-то из пенсионного фонда что-то интересненькое находит. А, ну, все, что в лицах работал, например? Ну, трудовые, да, документы? Да, в лицах фонда найти себе. Насколько я знаю, там информация не очень такая объемная. Не вот рыжие, не скажем, может ли получить. Ну да, вот рыжие, родственник, то да. А если не родственник, то вам ничего не скажи. Ну, все, что вы, конечно. Ну, это тоже. Дела, не надо, да, граждане, на хранение. Не знаю, это бесполезно. Это закрытая информация юридического свойства. По закону 75 лет, у него максимум. 17? Ну, знаете, есть разные способы получить такую информацию. Можно, например, если бы не прямой потомок человека, выйти на прямых потомков и от их лица сделать запрос, например. Ну, подружиться с ними опять же. Поэтому я и говорю, дружба с родственниками, установление с ними теплого контакта, вопреки, возможно, не очень хорошему отношению, это залог того, что вам будет гораздо легче все это находить и будет с кем поделиться. Поэтому, как бы, попробуйте дружить, объединяться с людьми. Вот. И, ну, если вы, например, вот такое древо сделаете, им пришлете, уже как-то, ну, вы более наглядно представите это древо. Вот я несколько раз проверял, что когда люди видят в схеме свою связь, даже детям проще показать, да, вот. Очень многим людям рассказывали легенды фамильные какие-то, истории, но не показывали на схеме как, да. И, так сказать, мозг, не запутать очень. Если вы эту схему не рисуете и пришлете вот тем родственникам, о которых вы сказали, может быть, им это будет, как бы, более ясно и они, так сказать, включатся в процесс совместно. А вот там, где вы делаете построение, там нет ограничений по родству? То есть у них херетаж, вот, которые, там у них ограничено сколько человек и больше нельзя. Да, сайт гений не накладывает таких ограничений. То есть это, вот это очень смешное древо, в том смысле, что оно объединяет весь мир. И как-нибудь, если вы связаны, ну, если вы не только построили вокруг себя, там, 100 родственников, а построили древо кого-то, кто тоже построил, то вы можете там быть через какие-то связи, не кровные, свойственником всех людей на земле. Это очень забавно, например, спортсменов, там, артистов, еще кого-то вы можете... Поэтому это древо, оно бесконечно большое и, конечно, оно сделано именно с целью генить всех. Там нет ограничений, как на MyHeritage и MyHeritage, но я тоже не пользуюсь, поэтому и включение так. Я открыто, думаю, что там есть нюансы. А генопро можно скачать, да? Да. Да, конечно. И платный, да? Вообще он платный на дороге стоит, но вообще платный, да. Если вы мне ВКонтакте напишите, я, может, вам могу прислать ключ, у меня есть какой-то ключ от Кинотро. У нас стоять используется в своей петре, но поскольку Эльсов не наш, то они куплены, у меня работают за деньги, поскольку Эльсов не наш, ко мне ограничили сейчас доступ, с вами, что все, поддержки не работают, ничего не работают, ничего не работают. И я сейчас ищу просто какую-то альтернативу этому, но они не принимают за... ВКонтакте напишите, я вам ключ отправлю, мне кажется, уже на десятый раз и все работает, один и тот же ключ. Вот. Можете составлять в этом формате. Иван, какая часть метрических книг сохранилась, а какая исчезла? Вы имеете в виду процентов, часть? Да, да. Потому что нам кажется, что XIX век настолько уничтожен. Нет, нет, ну почему. Вот я могу вам привести пример сохранности метрических книг вместе с этим новым поиском по чтению. Вот одна семья жила в XIX веке. Семья, правда ей повезло, фамилия редкая, Данич. Вот у семьи родился младенец в Твери. Государственный архив Тверской области метрическая книга, так? В Твери. Они переехали в Москву через год. И он там умер, как часто бывает с детьми, полуторагодовалым. И записи о смерти в Москве. Так вот этот архив, то есть этот поиск, нашел обе записи в Твери. И через полтора года в Москве. Представляете, насколько сохранность нам дает? И практически одну и ту же семью не просто можно найти по метрическим книгам, но даже электронным поиском найти. Опять же, есть регионы, где пострадали очень сильно архивы. Я, к сожалению, имею среди своих предков тех, кто происходит из таких регионов. И не могу углубиться в родословную. Это касается Смоленской области. Брянск плохо здесь прослеживается. И ряд регионов, где были действия в некой Отечественной войне. И там, да, там сохранность ужасная, отвратительная. Вот, например, город Велиш, откуда у меня предки, мне тут одна за один год метрическая книга. Соответственно, никакого древа я там построить себе не могу. И что я делаю тогда? Я беру, например, в поиске и пишу слово Велишский. Вот видите, Велишский. И все велижане, которые из мест, помимо своего многострадального города, где нет метрических книг, но поехали в гости куда-то, жили где-то, можно составить родословную всего города из уехавших из этого города. Потому что у каждого такого человека будет приписка Велишских вещей, не жители Велижа, понимаете? То есть до каких ухищрений приходится иногда находить, чтобы восстановить вот этот пробел в исчезнувших метрических книгах. То есть вот могу показать, где у меня... Вот, например, залепо всего города. Вот я строю, встречаю, в городе нету тех самых книг. Ну, метрических, они сгорели. Но ведь же они жили и в Пскове, и в Твери. Я вот встречаю как бы по чуть-чуть каждого. Хотя это не все мои родственники, мои предки. Но я надеюсь, что среди них встречу и чуть-чуть информации о своих предках. Вот до какого, до какой бедности источников можно дойти, чтобы вот так вот, как песок в поясах одной золотой пипинки перебирать. Но вот бывает и так. А бывает наоборот. Ярославский архитект, например, хороший, сохранился. Но так и иначе у нас граница – это начало XVIII века. Глубже начало XVIII века, лишь немногие люди, так сказать, могут найти своих предков. Ну, опять же, если вы до всех ваших предков вышли в XVIII века, потому что огромное количество людей, то может быть там найдутся какие-то арсады, которые дальше вас поведут в глубину истории. Вот так. Скажите, а Краснодарского края архивом сохранности? Или там тоже сложности? Ну, почему? Есть доступ Краснодарского края такой же. Вот. Только, по-моему, там еще не оцифровано ничего. То есть, в принципе, так же точно там есть документы, хороший сайт у них. Ну, то есть развивается, но, по-моему, по-моему, еще не выложил в электронный доступ свой архив. А Тверь? А Тверь полностью в электронном, абсолютно. Вот, что мы сейчас… А нейросети могут достать Тверскую? Да. Да. Вот они могут. Ну, потому что часть этого архива, она выложена как бы на другом сайте. Вот. Поэтому нейросети… Вот, пожалуйста, Тверь. У меня замечательный Тверь просто там… Через Маймонов, что ли? Да, да, да. Вот. Ну, в Тверь есть часть архива, которые они сами отцифровали, его нету. Да, нет. Тогда там, по-моему, цифровой площадь не работает. Ну, в смысле, там можно онлайн смотреть, но нельзя уж там до слова, да? Представляете? А там даже онлайн они закрыли, только в Тверь. За деньги пишешь, либо приезжаешь. Ну, видите, очень много индивидуальных препятствий на пути к…